Да, добрый вечер в Москве, 20 часов 4 минуты и 30 секунд. Это радио Финам ФМ, частота 99,6. В эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабая. Еще в мае, еще в мае, уполномоченный по правам предпринимателя Борис Титов предложил объявить амнистию бизнесменам, которые были осуждены за экономические преступления. Титов тогда сказал, я сейчас процитирую, значит, он заявил следующее, что амнистия станет сигналом для энергичных людей, способных обеспечить стабильную растущую экономику. Вот так вот, конец цитаты. Тогда же Титов говорил, что рассчитывает на поддержку части депутатов Госдумы, но потом ситуация развивалась следующим образом. Он с этой инициативой вышел на президента. Президент все внимательно выслушал, администрации президента проанализировал. В итоге Титову сказали нет. И президент сказал, что... Сказали не и нет, а сказали аккуратнее. Ну, аккуратнее. Аккуратнее. Они сказали так, что текст, который предложил Титов, он сырой. Вот так вот было сказано, да. Да. И вроде бы все так успокоились, вот тема экономической амнистии вообще выпала из информационного потока, но вдруг, вдруг, спустя там три недели, да, в Петербурге на экономическом форуме президент сам возвращается к этой теме и говорит о том, что да, надо принять, значит, экономическую амнистию. Более того, он даже говорит, что он надеется, что депутаты Государственной Думы рассмотрят этот вопрос еще до того, как уйдут на летние каникулы. То есть обозначил практически сроки, да, сроков там совсем чуть-чуть. Титов потом в интервью там многим газетам, радио, там, телеканалам заявил о том, что даже для него, для самого, в принципе, вот это вот возвращение Владимира Путина к теме экономической амнистии, его такое решительное возвращение стало неожиданностью. То есть он даже не ожидал, он даже не ожидал. Но, тем не менее, в общем, экономическую амнистию приняли, она у нас, собственно, одобрена, и сейчас вот начинается ее реализация. Вот об этом мы, собственно, сегодня будем говорить подробно. Я сейчас представлю наших гостей, которые находятся у нас в студии. Значит, их четыре человека, четыре человека. Сразу хочу попросить, друзья, чтобы мы не говорили одновременно, потому что, да, потому что радио есть радио, телевидение есть телевидение, ветераны движения, поэтому я надеюсь на вашу помощь. Итак, наши гости. Андрей Алексеевич Нечаев, председатель партии Гражданской инициативы. Правильно представляю? Добрый вечер. Именно таким образом. Хорошо. Добрый вечер. Андрей Вячеславович Широков, председатель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, доктор юридических наук, профессор. Все правильно. Все правильно. Добрый вечер. Да, Николай Анатольевич Павленко, юрист, председатель попечительского совета фонда независимых консультантов и экспертов. Все правильно? Адвокат. 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 И хороший человек. И хороший человек. Ну, здесь все хорошие люди, да. И Павел Светенков, политолог, эксперт. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, Андрей Алексеевич, ну, с вас начну. Вот давайте сразу, сразу, да, сразу попробуем разобраться. Вот нужна была нам экономическая вот эта амнистия, амнистия для людей, которые осуждены за экономические преступления. Вот что она может нам дать? Что может дать стране? Ну, вот я думаю, что не случайно президент привязал свое выступление по поводу экономической амнистии к Петербургскому экономическому форуму, где нужно понравиться инвесторам. Вот, безусловно, это экономическая амнистия, это просто некий такой жест в рамках создания или попыток создания благоприятного предпринимательского климата. Значит, потому что если мы рассмотрим по сути эту амнистию, ну, это, конечно, фарс, не в обиду ее авторам будет сказано, потому что там крайне небольшое число людей попадает. Причем это все обставлено такими условиями, что даже и это число людей, которые сейчас вот просто так номинально посчитали, причем, как говорят в таких случаях, показания сильно расходятся. Причем расходятся не то слово. Я вот до сих пор не могу понять, сколько людей попадут под эту амнистию. Я могу проиллюстрировать те цифры, которые сейчас озвучены. Значит, представитель президента в Госдуме Гарри Минх говорит, что до 3000 человек. При этом ФСИН, то есть, собственно, организация, которая будет выпускать их, которая исполняет, которая держит их в заключении, значит, она говорит о том, что где-то полторы тысячи человек. Ну, то есть... Еще меньше. Два раза. Два раза отличается. Нет, Минх говорил именно о выходящих на свободу, то есть, хотя амнистия действительно распространяется не только на тех, кто уже получил свой срок. И находится в заключении, но и на тех, кто находится сейчас в стадии суда, в стадии предварительного... Кандидаты, скажем так, для того, чтобы отправиться туда. Кандидаты на посадку. Откуда будут выпускать? Все, кому уже предъявлено обвинение. В этом смысле, конечно, вот ее такая практическая значимость для человеческих судей, она крайне ничтожна. Но это сигнал. Она крайне ничтожна, и понятно, что эти полторы тысячи человек, если они выйдут, или даже три тысячи, дай бог, человек выйдут на свободу, они кардинально ситуацию в нашей экономике не изменят. Тем более, что амнистия обставлена ведь трудноуполнимыми условиями. Почему я говорю, что цифра вызывает сомнения. Ну, помимо 27 статей попадает под амнистию, но... 27. Ну, не будем спорить. Ну, 27, 26. Ну, в основании, я думаю, 27. 27, да, я тоже видел цифру 27, да. А изначально предполагалось 53. Да. Значит, но при условии, что вы осуждены первый раз, ну, это ладно. Но самое главное, при условии, что вы компенсировали ущерб своим жертвам. Мы с вами прекрасно знаем, что во многих случаях людей сажали именно для того, чтобы отобрать у них бизнес. Да, да, да. То есть многие дела, они носили сугубо заказной, такой рейдерский характер, или со стороны конкурентов, или со стороны чиновников. Когда у человека отбирали бизнес, и как он может компенсировать? Откуда? Из своего заработка заключенного? Ну, хорошо, если там он от какой-то своей прежней деятельности что-то зарыл в кубышке у себя на даче, или у него вообще дача еще осталась. Сигнализирует, где найти. Андрей Алексеевич, вот смотрите, вот смотрите, а если, вот я помню, обсуждали очень активно, значит, такой момент, что если он не компенсировал, а только пообещал, что он выйдет и компенсирует, вот от этой формулировки отказались или нет, вот тоже ясности, вот... Нет, отказались, отказались, да, вот постановление есть... Хорошо, Андрей Алексеевич, а вот... Постановление есть компенсация. Да. Поэтому, поэтому, все равно, я бы сказал так, резюмируя, все равно это надо приветствовать. Все равно, в любом случае, даже если всего полторы тысячи человек. Даже если сто человек. Даже если сто. Это все равно человеческие судьбы, это судьбы их семей и так далее. Вот, в этом смысле, как любой жест доброй воли, этот жест надо приветствовать. В любом случае, конечно, это плюсик в рамках предпринимательского климата. Хорошо. Но можно было этот жест доброй воли сделать гораздо более широким, и можно было этот плюсик в рамках создания лучшего предпринимательского климата сделать гораздо более жирным. Но можно, можно было бы сделать. Изначально, насколько я понимаю, предполагалось подвести под амнистию, если я сейчас ошибусь, поправьте меня, 121 тысяча человек должны были попасть. Да, сейчас мы вот говорим про полторы тысячи, в лучшем случае три, я правда видел еще цифру 10 тысяч человек, сам Титов, кстати, сам Титов, он по-прежнему настаивает на цифре в 100 тысяч человек, но он говорит, это не те люди, которые выйдут, а это вот в принципе вообще общее число всех вот предпринимателей-бизнесменов, которые так или иначе сейчас находятся, допустим, там под следствием, еще где-то, еще где-то. Нет, тут вас, конечно, запутали, цифра 13... Только что, он буквально, вот в выпуске новостей назвал цифру 100 тысяч человек, которые попадут так или иначе под амнистию. Сейчас я поясню. Значит, цифра 13, ну это все оценки немножко условно, с учетом вот того, что, особенно теперь, когда появились такие трудновыполнимые условия, цифра 13, это как раз был предварительный подсчет числа людей, которые могли выйти на свободу в рамках амнистии по Титовски. По первому варианту. Да, по тому варианту, когда перечень статей был гораздо шире, и, кстати, там есть еще одна, значит, засада, вот эта самая знаменитая статья, по которой очень многие сидят, статья «Мошенничество». 159-я. 159-я, да. Значит, она сейчас попала под амнистию в новой редакции, которая ступила, по-моему, с 1 января 2013 года. А сидят-то люди в старой редакции. В общем, запутано абсолютно все. Идем дальше. Это базовая статья, по которой сажали, считайте, что не попала. Я понял. Андрей Вячеславович, теперь вопрос к вам. Вот смотрите, Титов, он и тогда, собственно, да, когда свой вариант предлагал, и вот сейчас уже вот после амнистии, которая принята, он говорит следующее, что эта амнистия в любом случае, она изменит инвестиционный климат в стране. Вот вы можете мне объяснить, какая связь между амнистией и инвестиционным климатом? И вообще, это действительно так? Или это ерунда какая-то? Ну, с моей точки зрения, конечно, это какая-то фантастика. Ничего, конечно, она не изменит. Никакого инвестиционного климата, никакого сигнала инвесторам на питерском экономическом форуме данный сигнал, данный вот флажочек, я думаю, что не произвел на них впечатление, потому что там совершенно другого порядка бизнесмена и совершенно другого порядка цифры надо привлекать. Потому что в основном люди, которые сидят, это, скажем так, щипачество своего рода, да, может быть и очень масштабное, но это не те инвестиции, которые нужны сегодня в жилищное, в коммунальное хозяйство, в промышленность и в развитие других сфер экономики. Вот, а мы ждем, в первую очередь, не даже инвестиций российских, а западных инвестиций сюда, потому что они гораздо дешевле, чем наши банки дают инвестиции, да. Вот я недавно совсем рассматривал некие инвестиционные процессы, связанные с завозом в Москву подвижного состава для оказания транспортных услуг. Банки дают своим производителям кредиты под 2%, если у них есть сбыт, да, и они как бы ищут, в том числе и в Москве этот сбыт, да, и причем по очень интересным схемам. Под 2% на 10-15 лет, а у нас на 3-4 года под 22-25%. То есть, для того, чтобы изменить инвестиционный климат, амнистия здесь не причем, нужно менять что-то другое. Не причем, да. Причем мы же с вами видим, что, значит, Борщевский, разрабатывая эту тему, это председатель экспортного совета. Да, да, да. Ну, кстати, это была их инициатива изначально, да. Причем меня поразил довольно Титов, который, попав под жернова господина Соловьева в одной из передач на Вести ФМ, очень здорово крутился, потому что он на многие вопросы просто ответить не мог, да, он не мог до конца разобраться, а какие статьи, а за какие дела, а сколько людей, а какие порядки, ну, его щипали, 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 он говорит, да, давайте разбираться, да, еще закон, постановление до конца не внесено, давайте смотреть. И в конечном счете, когда мы эту тему еще несколько месяцев, еще месяц тому назад затрагивали в других передачах, мы с вами говорили вообще о 110 тысячах. Да, совершенно верно. 110, 120 тысяч. И мы тогда все пришли к выводу, что это нереально. Нереально, да. И причем мы даже говорили, что еще внимательнее надо работать с правоохранительным органом. Может быть, и много сегодня интересных моментов существует, которые, наоборот, добавляют, да. И даже когда в День предпринимателя Путин собрал предпринимателей в цеху одного из заводов Российской Федерации, да, и где сидело 90 предпринимателей, представителей ТПП, РСПП, Деловой России, значит, опоры и так далее. И вот эта идея пошла, она была выдвинута, да. Ведь Путин ее услышал, но он даже приостановился немножечко в ответе. Он сказал, так, 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 подождите, 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 дайте-ка я это все отдам, мне надо все это проработать. Я не могу со слуха принять вашу инициативу. И в конечном счете инициатива спустилась, она дошла до Государственной Думы, она увидела, как говорится, свет, она была принята в трех чтениях, да, постановления, и мы уже скатились до цифры 13, 3, полторы тысячи, да, я все анализирую. Мы с 53 статей скатились до 20 статей. Видите, динамика, значит, кто-то грамотно разобрался, что не то может попасть под прощение. Амнистия это некое общение, прощение государства за содеянное. Я понял, Николай, вот смотрите, Титов, он говорил следующее, вот я сейчас еще раз его процитирую, но без этого никуда, да. Амнистия осужденных предпринимателей в стране понравится далеко не всем. Это значит, что он изначально понимал, понимал это, понимал, да, но без нее, говорит он, совершенно невозможно перевернуть страницу истории, написанную в лихие 90-е. Дальше он объясняет, расшифровывает свою мысль. Наши бизнесмены, я сейчас от себя уже, да, вот попробую сейчас своими словами. Наши бизнесмены, говорит, он начинали вести бизнес там в 90-е годы, когда не было никаких правил, никто там не знал, как вести этот бизнес. В итоге, да, ну вот так вот получалось, что они нарушали там какие-то законы. Частично, сильно, не сильно и так далее, и так далее. И поэтому, говорит Титов, вот сейчас надо эту страницу перевернуть, забыть о том, что происходило тогда и выпустить этих людей. Вот как вы считаете, действительно у нас вот бизнесмены, причем он говорит, что таких большинство. Вот действительно ли большинство наших бизнесменов нарушали закон, да, может быть, вот как говорится, вот, ну вот не специально, а вот из-за того, что они там не владели там какими-то знаниями дополнительными, да, когда начинали свой бизнес. И действительно ли многие сидят невиновные, как говорит Титов? Ну, давайте я, как бы, комментарий дам. Во-первых, говорить о лихих 90-х надо уже забыть. Сроки исковой давности прошли, и даже если считать, что людей осудили, то 16 лет, да, это 10 лет от ситки плюс 6 лет исковой давности, получается, что минус 16 лет. То есть это конец 90-х, 98-й год. Во-вторых, мы помним, что в конце 90-х годов указом Ельцина была объявлена широкая амнистия, даже по имени одного заключенного она называлась, которого надо было обязательно выпустить, поэтому амнистия была очень широкая. Таким образом, это, как бы, повторный цикл, да, ну не 12-летний, как в китайском календаре, а чуть-чуть побольше. Ну, я хотел бы отметить следующее. Во-первых, первое, что мы хотели, как бы, я хотел отметить, что 159-я статья касается не только предпринимателей. Выпускаются не предприниматели, а выпускаются любые лица осужденные, в том числе те люди, которые обманули, например, граждан, а я вот был адвокатом потерпевшим. Николай, давайте вот по поводу этой статьи сейчас, мы должны прерваться, буквально через минуту вернемся. Да, это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян, мы продолжаем наш разговор с нашими гостями, но перед тем, как я передам слово Николаю Павленко, хочу напомнить, что вы можете звонить нам в студию по телефону 6510996, код города 495. Николай, да, слушаем вас. Это 159-я статья «Мошенничество». Да, в действительности под те статьи, которые написаны, подпадают отнюдь не только предприниматели. Многие лица, которые брали взятки, тоже подпадают под эти статьи. То есть взяточники осуждались не за взятки, а часто за мошенничество, например, продаду должностей, откаты и так далее. Их осуждали именно по этим статьям, которые больше приходили к мошенничеству, незаконной предпринимательности, незаконной банковской деятельности и так далее. Кстати, вот сейчас я веду ряд таких дел, и как раз в них обвинение именно в этом ключе, хотя они касаются чиновников, например, и других лиц. Второй момент. Очень большое количество осужденных — это так называемые бытовые мошенники. То есть люди, которые обещали людям продать дом или квартиры, черные риэлторы, они все попадают под эту амнистию. Под эту амнистию? То есть мы можем этих людей выпустить? Опять, и мы их выпустим, и мы получим на падающем рынке, получим себе кучу... Если убытки потерпевшего возместят. А я объясню одну вещь. Если возместят, да. Секунду. Но ситуация какая? Вот если мы возьмем любое даже крупное дело, да, тот же МММ или так далее, сумма фактически выявленных убытков, которые следствие выявляет, оно часто лишь минимально превышает порог для того, чтобы осудить человека. Реальные убытки, это я как судебный эксперт говорю, никто не выявлял никогда. Обычно выявляется 3-5% от суммы, похищенной этим, ну, тайно, да, за счет обмана этими людьми. Я понял. То есть он в реальности, допустим, украл миллионы. Кубличку отложил. Да, отложил куда-то, да. Да, мы знаем там совершенно другую сумму, там 100 рублей, он компенсирует там часть из этих 100 рублей, мы его выпускаем. Да, абсолютно, абсолютно правильно. Да, причем я могу сказать, что есть даже расчеты, и я просто по одному преступлению, разговаривавшись с машинником, его спросил. Говорю, ну, ты понимаешь, он говорит, послушай, я обеспечил себе 4 поколения. Понятно, понятно. Я 5 лет отсужу, выйду и буду, уеду из этой страны. Я понял, но хорошо, Николай, давайте так, вот вы мне скажите честно, вы вообще в принципе за экономическую амнистию? Я считаю, что я за экономическую реабилитацию, как я уже говорил, да, то есть когда людей, невинно осужденных, пересматриваются их дела. И когда, хотя мне мои коллеги очень часто говорят, кто это будет делать, это вопрос второй, но я считаю, что людей надо реабилитировать и отпускать, чтобы они уходили честно. И второй момент, я считаю, что амнистия нужна, но не такая. Это первый документ, в котором, первое, поставлены имущественные требования за всю историю амнистии в России, поставлены имущественные требования как существенные условия освобождения. То есть фактически это индульгенция, да, которую ты платишь за то, что тебя отпускают. Это мы как-то времена инквизиции показываем. Похоже, да. То есть если вот та группа, у вас есть еще какая-то малейшая статья, которая, там, не знаю, мелкое хулиганство, да, там, которая не попала, то вы не выпущены будете ни при каких условиях. Второй момент, мне очень интересно, как человек, сидящий в суде, да, может погасить, если он скрывает свое имущество, может погасить потрясающую вот эту сумму. Что сейчас произойдет? Ну, родственники помогут. Подождите, как это происходит? Теперь что происходит? Он должен телеграфировать, где копать. Да. А они должны взять это, принести, прошу прощения, они приносят это судебным приставам. И справка судебных приставов является основанием для освобождения осужденных. То есть именно справка из Федерального Союза. То есть как бы исполнение произошло. Да, и когда закрывается полностью, это есть. Но есть другой момент, смотрите, приведу пример из своей практики. У меня есть дело, по которому человек должен 10 миллионов, мошенник. Ну, он, слава богу, не выйдет, он не первый год, но есть другая вещь. Пока он там мошенничал, да, 4 года длилось следствие, наконец-то мы его как бы радостно, как я представитель потерпевших, привлекли к ответственности законной. Такой адвокат или прокурор, я вот пытаюсь понять. Ну, по сути, прокурор привлек, хотя судья говорил, зачем нужен адвокат потерпевшему, мы считаем, что он нужен, потому что у нас зачастую. Но за то время, пока он гонялся, мы успели подать несколько еще исков в суд, и в итоге его сумма долга за неисполнение судебного решения выросла еще на 40-50%. Ну, понятно, да. Но ведь немногие люди знают, что это можно сделать. И в итоге получается, что человек получает минус там 5, минус 6 лет деньги те, но не учитывается инфляция и так далее, все равно он остается обиженным. Я понял, я понял. Да, Андрей Алексеевич, вы хотели что-то добавить. Да, в момент есть еще, вот какой, я бы сказал, такой психолого-юридический. Если человек соглашается на амнистию, и в том числе соглашается на вот погашение долга... Он автоматически признает свою вину. Он признает свою вину. Ну, понятно, это всегда тогда. Нет, не всегда, я прошу прощения. Если речь идет об амнистии, человек, если признает, значит, так мотивирует себя. Нет, не всегда, нет, ничего подобного. Не всегда. Уголовный кодекс говорит о том, что, я прошу прощения, а уголовный кодекс говорит о том, что мы это обсуждали уже однажды, она может быть и без признания вины. То есть это пишется в амнистии. То есть я не виноват, но если вы меня амнистируете, я с удовольствием выйду, да? Да, а здесь получается... Да, пожалуйста. Так же, как вот условно-досрочное освобождение, там сейчас идут дискуссии, в основном, конечно, в связи с делом Ходорковского и Лебедева, значит, которые подавали на условно-досрочное освобождение, вот должны ли они были признать свою вину, потому что все точно знают, что они ее не признают. Тем более уже столько отсидев. Вот. Так и здесь аналогичная ситуация. То есть многие люди просто могут не захотеть, особенно те, кто реально невинно осужден, в том смысле, что это был там... Принципиальный бизнесмен. Я понял, я понял, я понял. Что это был рейдерский захват, или чиновники пытались отнять бизнес, или там правоохранительные органы, что у нас далеко не редко пытались отнять бизнес. И люди настаивают на своей невиновности. И не признавали свою вину в ходе следствия, в ходе суда. Ну да, вот изначально заявили, на это стоят. А теперь они фактически должны выйти и сказать, «Ребята, я лукавил, я виноват». Да Юра. Я понимаю, я понимаю. Павел, сейчас, секунду. Павел Светенков. Павел, вот смотрите. Многие эксперты говорят, что да, может быть, амнистия, но она вот такая вот чисто номинальная получилась, потому что не очень много людей реально выйдут на свободу. Но главное говорят не в этом. Главное говорят в том, что таким образом государство посылает сигнал бизнесу, бизнес-сообществу, что мы, собственно, готовы изменить правила игры. О чем идет речь? Очень многие бизнесмены жалуются, что вести бизнес в России тяжело. Некоторые говорят, что вообще невозможно. У нас есть какая-то сумасшедшая статистика, там 700 тысяч человек закрыли там собственный бизнес, да, по тем или иным причинам. И вот сейчас государство, принимая это решение, посылает вот этот вот сигнал бизнес-сообществу, что, ребята, мы готовы, готовы, а теперь с вами выстраивать отношения по-другому. Вот как вы считаете, это действительно так? Ну, я думаю, что это не так, потому что это попытка обрести некую опору в предпринимательском сословии, потому что сама идея этой амнистии, она состояла в том, чтобы выделить именно предпринимателей как сословие, и именно предпринимателям дать эту амнистию. Идея, на самом деле, достаточно странная, потому что если мы хотим, чтобы у нас было комфортно в стране заниматься бизнесом, то нужно не мошенников выпускать, да, а все-таки наладить работу... Нужно изменить налоговую систему... Ой, целый... Целый куча институтов, суды, и так далее, и так далее, и так далее. Сама экономическая реальность, понимаете? Потому что у нас есть наследие тех же самых пресловутых 90-х, которые принято сейчас пинать, да, с которым до сих пор не разобрались, да, и есть люди, которые обогатились в этот период, да, и моральность этого обогащения до сих пор находится под вопросом. То есть есть целый комплекс проблем, которые, без решения которых, невозможно создать нормальный предпринимательский климат. Потому что я помню, в 90-е годы была, в начале была популярна песня «Поварую перестану, вот когда богатым стану, стану я законы соблюдать». В общем-то, эта философия, к сожалению, сохраняется до сих пор. Да, она до сих пор сохраняется, и в данном случае эта амнистия — это некая кость такая, которая брошена предпринимательскому сообществу. Да, но одновременно эта косточка, да, назовем ее так, да, она подрывает ту официальную риторику, да, с которой наша власть выступала там последние полтора-два года, что вот совершенно новая ситуация, идет борьба с коррупцией, идет консервативная будто бы волна, и так далее, и так далее. То есть на практике мы видим, что это псевдоконсервативная на самом деле волна, поскольку ее проявления крайне незначительны, хотя и были. Да, она захлебывается, захлебывается, в частности, вот в результате принятия подобных мер, ну или вот знаменитой реформы РАН, которая прогремела буквально за прошедшую неделю. Я понял. Да, Андрей Вячеславович, слушаю вас. У меня такая небольшая реплика. Я вот задумался, а все ли захотят быть амнистированные, которые попадут под эту амнистию. Ведь надо признать свою вину, надо закрыть потерпевшему убытку. А некоторым осталось посидеть еще годик-полтора, выйти, и нет смысла никакого. То есть здесь, я думаю, что надо будет курто считать по итогам всех этих процессов, которые сейчас начнутся по исполнению этого постановления. Через полгода. Называются сроки полгода, но у меня и здесь сомнения есть. Полгода на реализацию амнистии. Амнистии, да. Но у меня такой вопрос. Вот смотрите, Титов неоднократный... Сам себе срок-то подходящий, с учетом того, что все-таки это статьи, за которые там на 20 лет не сажают. Ну да. То есть человек там два года получил, значит, год отсидел, а сейчас еще полгода он будет ждать, когда его амнистируют. Ну и как раз получается башь на башь называется. Да, да. Понятно. Андрей Александрович, вот смотрите, Титов, он все время говорит, что очень много невиновных людей, очень много невиновных людей. Сейчас он говорит о том, что могут выйти, вот из-за того, что текст амнистии изменен, да, и что вот был принят именно второй вариант, он говорит, выйдут, парадокс просто какой-то, те, которые реально виноваты, а те, которые не виноваты и сидят ни за что, вот несправедливо. По другим статьям, которые сюда не попали. Они не выйдут, он говорит, они будут сидеть. Неужели это у нас действительно вот так вот все происходит? Ну, во-первых, тогда Титов, скажем так, простым языком делает посыл, что наша вся судебная система невозможно плохо работает. Ну, получается так. Да. И он говорит, что надо реформировать судебную систему, тогда надо говорить не о тех, кто сидит, а о той системе, которая на сегодняшний день существует в России, то есть судебная система, прокурорская система. Не только судебная, сколько правоохранительная. Правоохранительная. Ну, весь комплекс, который, скажем так, доводит до тюрьмы виновного. Ну, вы знаете... Нет, потому что, конечно, когда, вот о чем я уже пару раз говорил, что когда людей сажали с целью отнять у них бизнес... Задача выполнена уже. То их сажали не на два месяца, да? Чтобы человек... Не успел посудиться. Успел... В другом суде. Нет, чтобы тот, кто... Чтобы он вышел через такое количество времени, когда уже, собственно, из следа от этого бизнеса на этим возрасте. Или когда все это уже 10 раз продано, перепродано, переоформлено и так далее. Уже третьи хозяева. Добросовестные. И поэтому предъявляли несколько статей. И как раз действительно здесь Борис прав, что вот эти люди могут под амнистию не попасть или попасть там в какую-то очень малую своей части. Да, Николай, пожалуйста. Вот я хотел отметить. Вот самое интересное было то, что ни в одном материале, который был распространен в Государственной Думе и так далее, не была дана оценка, скажем, приговоров, да? То есть тех, которые были поставлены судами, в части такой. Вот, например, столько-то из них чиновники бывшие. Вот просто даже вот кто они бывшие. Столько-то предприниматели, столько-то это менеджеры крупных топ-корпораций, столько-то это государственные... Нет, ну что, нет такой статистики, разве? Ее не было при принятии этого решения. И поэтому говорить о том, что это амнистие предпринимателям, нельзя и категорически это неправильно. Это популизм. То есть это непрофессиональный, дилетантский подход к решению очень серьезной проблемы. Подождите, вот смотрите. Изначально инициаторами и разработчиками были достаточно профессиональные люди. Борщевский возглавлял, да, вот этот экспертный совет? Сидент экспертного совета был сделан. Во втором варианте, что и следа даже не осталось от того варианта. Вы знаете, я говорю не о варианте, а я говорю о той подготовке, которая была сделана. Этих материалов не было изначально. Изначально не было. Да, то есть депутатам они не дошли. А это говорит о том, что с моей точки зрения данная амнистия, она носит характер, направленный в первую очередь, и тот же Борщевский, который как бы глубоко уважаемый, как коллега адвокат, пристановивший свой статус. Но с другой стороны, он сейчас чиновник. И вопрос один, кто рассматривал это дело? Предприниматели, профессионалы, их рассматривали профессиональные чиновники, их рассматривали в первую очередь люди, которые непрофессиональные юристы, да, то есть предприниматели. И в итоге оказалось, им этой информации просто не дали. И она нигде не была. Вот если мы возьмем, вот мне интересно просто взять, и потом будет, я это сделаю обязательно, последить, да, кого освободили. Я думаю, через полгода-то мы и обсудим эту тему еще раз. И если мы увидим, что там предпринимателей вышло 5 человек, на них вышло 20 чиновников, да, и бюджетных служащих, которые уворовали деньги у народа. Так стоп, стоп, Николай, не, бюджетные служащие, которые уворовали деньги у народа, они под эту амнистию попасть не могут. Они не продолжают сидеть. Как они попадают? Тут все говорят, что те, которые распилили государственные деньги, украли из бюджета, они просто не могут. Например, 159-я статья, это машина. Попадает статья растрата. Растрата попадает. Попадает. Сидел начальник государственного предприятия или государственного бюджетного учреждения и растратил. Абсолютно согласен. И это попадает. Попадает, да. Я ничего не понимаю. 159-я машина. А это бюджет. Пытались продать должность. За что посадили человека, который украл 14 миллионов, дал взятку и так далее? Да, да, да. За мошенничество? Потому что он не имел права это сделать. Таких дел очень много. Хорошо, Николай. Вот тогда такой вопрос. Вот вам как адвокату, как юристу, как практику. Вы мне объясните, вот нам всем, как это все будет работать на земле? Вот решение мы приняли. Уже даже называются какие-то цифры. Полторы тысячи, три тысячи человек. Кто будет принимать это решение? Кто будет принимать решение, кого мы отпускаем, кого мы не отпускаем? Кто будет заниматься рассмотрением этих статей, по которым люди сидят и так далее? На земле. Как это будет работать? Конкретных дел сидящих. Да, можно я отвечу? Да, вот кто конкретно будет делать? Секунду, секунду. Значит, вот есть такое постановление. Всегда амнистия ходит, как это, парочка. Есть об объявлении амнистии. Второе, это постановление о применении амнистии. Значит, вот четко сказано, что применять это будут, начальники ВСИНов на основании документов, предоставляемых службой судебных приставов и на основании личных дел и приговоров суда, которые есть в СИНов. Вот и все. И суды. А если хорошо? Если дело находится в суде, то суд. Вот, но разговор идет о том, что... Если дело находится в суде, то суд. Да, потому что, естественно, длится судебное следствие. А если дело... Хорошо, хорошо. Получается, начальники ВСИНов у нас становятся практически всемогущими товарищами. Получается так, да? Ну, согласен. И мы можем предположить... Они и сейчас не жалуются на поражение в правах. Да-да-да. И мы можем предположить, что они, в принципе, могут решить, да, там, за какой-нибудь сувенир. Вот кого-то мы отпускаем, а кого-то мы не отпускаем. Я правильно понимаю? То есть здесь коррупционная составляющая налицо, да? Ну, помните ситуацию, когда они не получили... И должно быть, конечно, какое-то разъяснение Минюста по этому поводу. Какое разъяснение? Если есть постановление Думы... Нет, нет, подождите. Под которым находится ВСИН, там, как это... Совершенно верно. Да, методические рекомендации. Должно быть постановление, разъяснение, что-то должно быть, но изначально не было ясности в этом вопросе. Изначально Титов там говорил о том, что необходимо создать какую-то специальную комиссию Госдумы, которая будет этим заниматься. Я вот когда читал там все эти предложения, это мне тоже не нравилось, потому что в Думе сидят люди, которые, ну, многие из них вообще ничего не понимают в законах, и как они будут решать... Потом работа депутатов в законы принимать, а не заниматься исполнением. Принимать, а не понимать. И вот... Принимать, а не понимать. Там разные есть товарищи у нас, да, бог с ними. И поэтому хочется понять, вот кто будет этим заниматься. Вот я понимаю там, да, вот ВСИН, но ВСИН тогда вот мы говорим о том, что это коррупционное составляет. Давайте, да. Смотрите, пункт один. Возложить применение постановления Госдумы на исправительное учреждение следственной изоляции в отношении осужденных к лишению свободы приговора по делам, в которых вступили в законную силу. Исполнение постановления об объявлении амнистии в отношении указанных производится по утвержденному прокурору постановлению начальника исправительного учреждения следственной изоляции. Ну вот и все. Прилагается личное дело, документ об исполнении обязательств по возврату, возмещению в ущество, от службы судебных вырисов и так далее. На органы дознания, органы предварительного следствия в отношении подозреваемых, обвиняемых в делах преступлений, которых находятся в производстве этих органов. И на суды, которые ведут судебное следствие и так далее. Ну понятно, понятно, это еще, как говорится, те, которые не уехали. Либо отсрочка, либо есть и те, которые условные и отсроченные. Вот обращаю ваше внимание, что в этом случае там еще есть уголовные исполнительные инспекции, которые это для химиков так называемых, и на судебных приставах исполнения это те, кто по штрафам. Все понятно, мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим наш интересный разговор с нашими гостями. Павел, с вас начну сразу после перерыва. Добрый вечер, это программа Искусство возможного, радио Финам FM 99,6. К нам в студию можно позвонить по телефону 65 10 99,6, код города 495. Мы говорим сегодня об экономической амнистии, которая была принята и уже ее начали реализовывать в России. Значит, я разговариваю с нашими интересными гостями. И Николай, вы просили там буквально фразу, и я сразу хочу задать вопрос Павлу. Да, я хотел отметить, что вот одним из документов, которые способствуют амнистии, является именно здесь, это в пункте 6, документом, который подтверждает исполнение сужденных обязательств по возврату имущества или возмещения, является информация службы судебных приставов. Это означает, что если служба судебных приставов, я, как потерпевший, или государство, как потерпевший, к возмещению ущерба не направляло исполнительный лист, то в этом случае это лицо не будет выпущено. А вот формально из этого следует. То есть означает, что у нас многие дела без потерпевших возбуждены по 159. То есть то лицо, которое без потерпевшего. Я понял. А как раз именно это и есть предпринимательские дела, об этом неоднократно говорилось, поэтому менял 159. Друзья, вот смотрите, мы с вами беседуем, да, всего-навсего там 40 каких-то минут, да, с небольшим. Уже вопросов, по-моему, больше, чем ответов, да? Ну неужели вот у нас принимаются решения, вот такие вот сыры, я даже не хочу даже называть их сырыми, они какие-то вообще странные, они просто странные. Какая Дума, такая и амнистия. Дело даже не в Думе, утрачена сама культура бюрократического принятия решения. Знаете, есть понятие взбесившаяся пишущая машинка. Ну ладно, Павел Светенков, да, вопрос такой у меня. Павел, скажите мне. А вот интересный вопрос для юриста. Да, а те, кто, их же много, те, кто сейчас в стадии следствия, там-то ущерб еще не зафиксирован. Еще зафиксирован, зафиксирован сразу. Уже зафиксирован. Хорошо. При стадии следствия зафиксирован, иначе не возбуждается уголовное дело, если нет ущерба. Да, да, да. И сумма должна минимальную превышать. Хорошо, Павел, Павел, значит, вопрос вам. Вот вы мне скажите, как вы думаете, почему был изменен первоначальный вариант амнистии? Чем руководствовался президент? Ну, во-первых, он был чрезмерно широким, да, то есть на свободу выйдут сотни тысяч предпринимателей, при этом была опасность, что общественное мнение воспримет это как массовый выпуск мошенников на свободу. Это первое. При том, что официальная риторика сводилась к тому, что вот у нас консерватизм невероятный, что у нас вот духовные скрепы, что у нас все зашибись, и тут вдруг внезапно выпускают сотни тысяч предпринимателей в кавычках. Это первое обстоятельство, вот, и думаю, что еще сыграло роль рассказы нашей прессы о том, что под эту амнистию могут выпустить, например, Ходорковского и Лебедева. То есть такие слухи постоянно запускались, и видимо... Нет, ну слухи слухами, но, по-моему, даже когда об этом в первый раз заговорили, ответ был нет, причем юристы говорили нет, потому что там два приговора, два дела, а речь, по-моему, шла только о людях, которые... Всем мнение пресса об этом... Первый раз. Изначально нет. Нет, первоначально шел то же самое. Это же самое было, по-моему, с первого же дня. Только если первое, первое лично всужденное. Не-не-не-не, я читал вот первое предложение Титова, там про первое осуждение не было. Это было изначально понятно. Ну, не знаю, но я помню, ему задавали прямой вопрос тогда Титову, да, а не попадет ли, допустим, Ходорковский там, да, под эту амнистию, которую вы предлагаете. Он говорит, я здесь вообще ничего говорить не хочу. Я его со спугой не... Привязывать амнистию, сказал он, какой-то конкретной фамилии я не хочу. Не хочу. Пускай разбираются юристы. Вот так вот было заявлено изначально. Это укладение от ответа, согласитесь. А потом, ну, может быть, да, но потом была дана расшифровка, что уже через несколько дней после этого, что два процесса, два приговора, и поэтому они не попадают под это. Либо иная статья. Значит, все-таки электоральные соображения, да, в первую очередь? Думаю, тоже, да. Потому что у нас официальная риторика, она вот буквально в последние пару месяцев, она стала очень резко расходиться с тем, что делает правительство, потому что у нас говорят о консерватизме, у нас говорят о духовных скрепах, при этом правительство у нас становится все более и более либеральным, да, то есть у нас проклинают либералов и все больше и больше их назначают в правительство, что довольно смешно, да, и при этом понятно, что, естественно, тотально против этой риторики все-таки власти же они не могут идти, поэтому они пытаются сделать и некий жест в сторону предпринимательского сообщества и одновременно не потерять избирательность. Я понял, Павел, а вот этот вариант, который был вот сейчас все-таки принят, как его воспринимает народ, как вы думаете? Ну, я думаю, что он никак его особо не воспринят, потому что принят максимально запутанный вариант, да, и особо подчеркивается, что количество людей, которые выйдут на свободу, будет незначительным, что очень важно, да, не сотни тысяч человек выйдут, а официальный представитель президента, по-моему, называл цифру чуть больше трех тысяч. Роман, а можно по электорату еще маленькую заметку? Смотрите, обратите внимание, выходит сто двадцать тысяч человек, у каждого три тысячи... Ну, например, вышло... А, например, выходит, да, не пугайте нас. Смотрите, умножаем их на четыре количества членов семьи, а то и на шесть. Это почти миллион, это миллион почти человек будет заинтересованных, не считая бывших сотрудников, работников и так далее. То есть это миллион людей, не любящих эту власть перед выборами, почему не любящих? А потому что они выходят обиженные, не равно. Стоп, стоп, они не в Москве выходят, а не по всей России. А может быть, среди них будут не только обиженные, а те, которые скажут большое спасибо, потому что кубышка, вы помните, да, кубышка, все дела. Он вышел, да, и все хорошо. Коэффициент шесть они уже сейчас не любят, независимо от амнистии. Да, 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 я понял. И я еще такую вот репликурую. Да, Андрей Вячеслав Широтов. Ведь обратите внимание, журналисты, когда первый вариант появился, стали вспоминать лето 1953 года. Да, господи, какая связь. А кто это вспоминает, Андрей Вячеслав Широтович? Писать начали об этом. Было, Павел? Да, 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 было. Об этом начали писать, вспоминать, сравнивать. А не произойдет ли такой же бандитизма? И так, хотя выходит не бандитизма. При чем здесь бандитизма? Было, было, было. Нет, но там идея амнистия в 1953 году, она состояла в том, что выпустили большое количество преступников, и под это Берия хотел получить спецполномочие для МГБ, которое он возглавлял, Министерство государственной безопасности. Совершенно верно. На наше население стали класть идеи 1953 года, ничего не объясняя. Просто говорили, амнистия 1953 года. Понятно, и население, наш народ, услышав слово амнистия, тоже начинал дрожать. Я так думаю, что восприниматель... В любом случае воспринимает это неположительно. Но все, кто пострадали от мошенников, вот я говорю, не предприниматели, а именно вот эти чары, там, тибеты, МММ, ну, я вижу... Пирамидные, плюс черные риэлторы, люди просто реально, я сталкиваюсь, они говорят, слушай, неужто этих всех скат... Понятно. ...неприятных людей выпустят? Понятно, нехороших, да. Да. Ну, хорошо, Николай, ладно, я понимаю, черные риэлторы, абсолютно с вами согласен. Там люди, которые там наворовали деньги, абсолютно согласен. Ну, вот смотрите, статистика. Значит, статистика Верховного суда по уголовным делам. Только за три квартала девятого года, это я в девятом году ее поднимаю, значит, возбуждено около 500 тысяч уголовных дел. Из них 200 тысяч — это убийства, грабежи, изнасилования, хулиганства и так далее вот эти вот реальные преступления. Да, тяжелые преступления. 300 тысяч каждый год — это экономические статьи. И так практически каждый год. У нас с девятого года ничего не изменилось. Это какой способ вымогательства? Ну, 300 тысяч. Не, подождите, а что изменилось? Не кажется ли вам, что у нас вот такими темпами мы сажаем просто огромное количество людей? Смотрите, у нас за 10 лет каждый шестой предприниматель, ну, в среднем... Был под следствием. Был так или иначе, значит, подвергнут вот каким-то уголовному... Какому-то уголовному... Преследованию. Уголовному преследованию. Не все сели, слава тебе, Господи. Но, то есть, это со временем ликвидации кулачевого класса, это, наверное, больше вот такой массовой кампании в отношении одной социальной группы, репрессивной кампании больше, прецедентов у нас не было. Да, но репрессивность была со стороны публичной власти. Не считая переселения своего народов там. Это вот самое... Это постоянное давление на бизнес. Кто репрессии-то это делал? Друг на друга? Друг на друга и так сами разбирались. Выясняли отношения, да, привлекая связи в МВД, с вами как телевизор не включишь, везде показывают, как эти отношения решаются. У нас звонок, друзья, звонок. Юрий, вы нас слышите? Здравствуйте. Да, вечер добрый, да, здравствуйте. У меня ремарочка и вопросик. Да, пожалуйста. Наслушный. Ремарочка такая. Я вот предприниматель со стажем большим. Я уж точно знаю, что никто из кого администирует, заново бизнесом не займется. Ага, вот, Юрий, вот секунду. Юрий, сразу послушайте меня. А как вы думаете, вот такое мнение, которое высказывают сегодня очень многие эксперты, что первое, что сделают, вот те самые предприниматели, которые выйдут по амнистии, полторы или тысячи человек их будет, три тысячи или десять, они соберут вещи, возьмут под подмышку жену с детьми и в сторону аэродрома, аэропорта, вокзала. Как вы считаете? Это действительно так? Если еще есть чемодан, с которым можно ехать. Так это вообще будет шикарно, да. Тоже с собой. Юрий, слушаем вас, да. Я считаю, что так делают, сделают, я абсолютно с этим согласен, если остались деньги. Если денег нет? Да, но я считаю так, что в нашей стране сидят только те, кто не смог договориться. Поэтому, наверное, они-то хотят так сделать, но не получится. Поэтому каждый шестой. И у меня, знаете, вопрос какой, а я что-то так и не понял, вот за эту налоговую амнистию, за эту амнистию тех, кто по неуплате налогов сидит, их амнистируют или нет? Потому что это как раз те, которые... Да, значит, вот смотрите, я вам сейчас попробую ответить. Статья за уклонение от налогов. 198-199. Да, потом статья нарушения авторских прав, статья незаконное предпринимательство и статья неисполнения обязательств по кредиту. Значит, эти статьи, они все попадают под амнистию, но вот по тем статьям, которые я только что перечислил, там их не отпускают, там просто уменьшают сроки. Сроки. И здесь, кстати, у меня тоже вопрос. Вот, Андрей Алексеевич, вот вы мне скажите. Оценил. Да, вот уменьшают сроки. Вот вы мне скажите. Во многих странах, которые мы очень часто вспоминаем, обсуждая те или иные проблемы, уклонение от налогов считается самым страшным преступлением? Нет. Далеко не так. Значит, это считается серьезным правонарушением, но это не считается, например, в Швейцарии уголовным преступлением. В Швейцарии хорошо, а в Штатах? Штаты одна из немногих стран, в которых это серьезнейшее преступление против основ государства. Отлично. Мы очень часто проводим какие-то параллели между нами и американцами. Мы говорим, вот у нас закон, допустим, у них закон, вот они там то, мы это, да. А у них вот так, надо стремиться к этому или наоборот не повторять ошибок. У них количество оправдательных приговоров больше 30%. Так вот смотрите, у них вот это считается серьезным преступлением, а мы объявляем амнистию и уменьшаем сроки. Что это такое? Почему? Ну, потому что, наверное... Почему? Человек, который... Вот посмотри, я рассуждаю как, Николай. Человек уклоняется от налогов. Я вам сейчас объясню. А мы общество. Я вам сейчас объясню, потому что... Его прощаем. Значит, у нас не налоговое администрирование, а налоговый рэкет, это не моя формулировка, а Владимир Владимирович Путина, только в бытность его в прошлый раз президентом. Вот он назвал наше налоговое администрирование налоговым рэкетом и дал поручение изменить ситуацию. Ситуация изменилась к худшему на деле. Первое. Мы, наверное, единственная страна в мире, где налоговый учет и бухгалтерский учет не имеют между собой ничего общего. И у американцев еще так же. Это англосаксонская система. Вы можете иметь, например, там убытки по бухгалтерскому учету и оказаться должником по налогу на прибыль. Значит, у нас возможности списания налогов, там зачета НДС, значит, даже вот подоходный налог, возможности его списания абсолютно несопоставимы с тем, официального списания, я имею в виду, с тем, что есть в развитых странах. То есть у нас налоговая система устроена так, что если платить исправно все налоги, то очень малая часть бизнеса вообще окажется... Я понял. То есть даже если ты изначально ориентирован на честное ведение бизнеса, то лучше им не заниматься. Если ты это будешь делать, то это будет нерентабельная история. И поэтому люди, которые уклоняются, в принципе, к ним нельзя так сурово и жестоко относиться, как, допустим, к ним относятся в Штатах. Да, Николай? Буквально ремарка, вот я скажу, что действительно налоговый прессинг усиливается и необоснованно иногда. В первую очередь это связано, ну я не буду говорить там про малый бизнес, да, который вот закрылась как раз большое количество, но я приведу пример. Когда делался налоговый кодекс, там было такое понятие, как налоговый кредит и налоговая рассрочка. И идея-то, в общем, здравая, потому что это взято из американского как раз состояния, где можно договориться с государством и оттянуть за проценты определенные, то есть государство как бы кредитовало бизнесмену, чтобы погасить долги, то есть оно дало возможность ему исправиться. Если он понимал, что он ошибся. Она давала возможность ему развивать бизнес. Да, да, да. И ошибся. И потом заплатить государство. А потом заплатит, да. И в этом случае государство там осуществляло контроль и так далее. Так вот, самое удивительное, что говоря о развитии и поддержке бизнеса, так же, как и с московской арендой платы для малого бизнеса, да, у нас говорят об одном, а дело совершенно противоположное. Эти статьи были исключены из налогового кодекса. Понятно. Понятно. Павел, слушаю вас. Павел Светенков. Я просто хотел сказать, что у нас, к сожалению, сам этот механизм амнистии, он весьма странный, потому что, насколько я понимаю, в западных государствах таких вот массовых амнистий, как у нас в советское время, не применяется. Все-таки есть институт помилования. Ну, у них есть реабилитация, да, и помилование. Нет, ну, реабилитация это все-таки немножко другое. А институт помилования, он предполагает, что это, в общем-то, в отношении конкретного человека. И это такая милосердие главы государства. У нас все-таки в советские времена очень любили амнистировать социально близких. И натравливать этих социально близких на народ в целом. А отчасти, к сожалению, и эта вот небольшая амнистия, она диктуется той же самой философией. И потом у нас амнистии всегда были в Советском Союзе под праздники. Под Октябрьские, под Майские, под Победу. У нас, кстати говоря, и сейчас в России, если заглянуть в амнистии прошлых лет, они были 20 лет Победы. Огромная группа амнистии была. Ну, я могу все через запятую. А здесь и к Дню предпринимателя. Не только, не только. Титова, когда спрашивали, изначально там вот, когда он говорил, только начал говорить об амнистии, его спрашивали, к какому дню приурочим. Там называлась, по-моему, история, значит, с Днем предпринимателя, потом День Конституции, потом День Независимости как раз попадала. В зависимости от того, как глубоко он погружался, мне кажется, в эту проблему и понимал, насколько это сложный процесс, он пытался найти какие-то праздники. Следующие даты. Следующие даты. Да, совершенно верно. Ну, это, наверное, наше от Советского Союза. Мы никуда деться не можем. Ни одно поколение еще будет к чему-то строить, к какой-то дате, амнистировать к какой-то дате, принимать решения к какой-то дате. Хотя иногда экономически это просто не обоснованно. От этого надо... Против дат ничего не имею. Хочется просто, чтобы принимали грамотные решения. У нас совсем мало времени осталось. Андрей Алексеевич, вот вы мне скажите, как вы считаете, вот это решение, которое было принято в России, оно так или иначе останется в нашей истории? Это 100%, правильно же? Вот мы сегодня вспомнили там амнистию 1953-го года, Николай говорил про амнистию 1994-го, если я не ошибаюсь, да? И вот амнистия 2013-го года. Как вы думаете, она сможет переломить ситуацию, скажем так, в отношении общества к предпринимателям? Это раз. В отношении государства к предпринимателям? Это два. Да нет, конечно. Ну, что касается отношения общества к предпринимателям, тут амнистия вообще никак не повлияет в плюс, по крайней То есть, как не любили, так не любят? Так любить не будут, да? В плюс, по крайней мере, потому что, тем более, что сейчас вот пойдут комментарии, мы с этим занимаемся, что одновременно выпустят реальных жуликов, одновременно выпустят чиновников казнокрадов или взяточников, в чем действительно нет, на самом деле ничего хорошего. И плохо, что вот так сформулирована амнистия. Что касается государства, ну, в отношении вот тех полутора тысяч, там, или сколько их будет, конкретных людей, ну, наверное, они будут ему благодарны. Вот. Но, конечно, я с коллегами абсолютно согласен, что с точки зрения улучшения предпринимательского климата это жест доброй воли, который, ну, ничего кардинально не поменяет. Менять надо, ну, вот, сейчас эти мантры можно повторять, они от этого не становятся министинами, да? Там, то же самое налоговое администрирование, общее правоприменение, защита собственности, независимый суд, развитие институтов и прочее, 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 прочее. О чем правильно всегда говорят нелюбимые в стране либералы. Андрей Вячеславович, а вы как считаете, отношение общества к предпринимателям изменится? Оно хорошее, ведь каждый день мы пользуемся предпринимательскими услугами. Смотрите, в прачечную приходим, предпринимательские услуги, да? Управление многоквартирными домами, предпринимательские услуги, правда, мы их ругаем. Больницы, предпринимательские услуги. У нас сегодня... Не всегда и официальные, правда. Правда, но вместе с тем предпринимательские. Такси, предпринимательские услуги. Частные извозы предпринимают Школы уже частные Тоже предпринимательские услуги Поэтому хотим Я не скажу что люди Любят Люди иногда многие вещи не понимают Но пользуются услугами предпринимательства И многие эти вещи Публичная власть специально отдала Потому что она просто не смогла выполнить эти Понятно Спасибо всем друзья Никто не любит банки Но все пользуются их услугами Никто не любит кредиты Издеваться некуда Спасибо всем друзья Это была программа искусства возможного Радиофенам FM 99.6 В студии работал Роман Бабаян Встретимся в следующий четверг До свидания